Конституцией Республики Беларусь за гражданами закреплено достаточно большое количество прав, в частности права на проведение массовых мероприятий. Однако в соответствии с законом установлен порядок их организации и проведения. Обязательные условия – официальное согласование с органами власти. Таким образом, в эту категорию подходят не все проводимые акции. В различных деструктивных телеграм-каналах, интернет-ресурсах размещается информация с призывом к гражданам участвовать в так называемом «Дне воли», который проводится 25 марта, и в последующих днях, включая выходные дни. Напоминаю, что в новом кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях усилена ответственность участников и организаторов данных массовых мероприятий. Участники массовых мероприятий, совершившие данное правонарушение впервые, подвергаются административной ответственности до 100 базовых величин. Организаторы – до 150. В том числе может быть наложено взыскание до 15 суток ареста. В связи с участившимися заявлениями о призывах в Телеграме, Ютуб-каналах о выходе людей на несанкционированные массовые мероприятия, правоохранительные органы напоминают гражданам о мерах ответственности за подобные нарушения. Обращаю внимание, что в случае, если в противоправных акциях будут применены насилие, погромы, различного рода противодействия законным органам власти, связанные с дестабилизацией общественного транспорта, работой предприятий, оскоренением и порчей имущества, может быть, данные граждане будут привлечены к уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы. С учетом изложенного призываю брещан и гостей нашего города не вестись на подобного рода провокации и отказаться от участия в данных массовых мероприятиях, соблюдать требования настоящего законодательства. Вот что об этом думают брещане, которых опросили корреспонденты на улицах города. Допустим, я не вижу смысла, чтобы люди выходили куда-то под чьим-то призывом. Я скажу, что это всегда было и будет. Я не думаю, что людям на самом деле так плохо здесь живется. Я в свое время отслужил за нашу родину, поэтому хочу, чтобы она была единая, целая и неделимая.